Всем привет! Вы на канале «Страна для жизни». Перед началом выпуска хотел бы напомнить о том, что стоит сделать для продвижения видео в ТОП. Подписка, лайк, комментарий. Ведь вместе мы делаем огромную работу. Итак, сразу к новостям. В Беларуси продолжают массово увольнять идеологически ненадежных работников. На Белорусской железной дороге подготовлен и утвержден третий список идеологически неправильных работников, которых уволят уже в ближайшее время. Волна новых увольнений коснется работников Центра управления перевозками Белорусской железной дороги и Управления Белорусской железной дороги. 9-й отдел ГРУ Генерального штаба военных сил Беларуси расформирован. Ранее в одном из своих расследований Байпол рассказал о деятельности секретного так называемого 9-го отдела ГРУ Генерального штаба военных сил Республики Беларусь, задача которого наряду с иными становилось проведение тайных операций в отношении лидеров протеста за рубежом, в том числе и по физической ликвидации. Ввиду публичной расшифровки Байпол данного подразделения, его целей и задач, служба в нем стала крайне непопулярна среди офицеров Белорусских военных сил. В конечном итоге это привело к вынужденному решению о расформировании указанного подразделения. Бывших сотрудников 9-го отдела перевели на службу в силы специальных операций, а также в другие подразделения военных сил Беларуси. В Беларуси не хватает почти 4 тысяч врачей. Число вакансий для медиков растет каждый месяц. По данным Республиканского банка вакансий, за месяц число свободных рабочих мест для медиков увеличилось на 150. Сейчас в Беларуси требуется 3905 врачей и специалистов. Для медсестера размещено 3393 вакансии, и их число за месяц выросло более чем на 1100 вакансий. Ночью в Беларусь привезли новую партию ракетных установок для ЗРК Ц-300. Мониторинговая группа белорусских АЮН зафиксировала ночной прилет в аэропорт Гомеля, двух ИЛ-76 МДВКС РФ, предположительно из Пскова. Первый прилетел в 3.30 утра 22 июня, а второй приземлился в 5.30. Самолеты привезли в Беларусь не меньше 16 ракет для зенитно-ракетных комплексов Ц-300, а также предположительно один ЗРПК «Панцирь». Важно, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние типа БАЗ-6402 самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23.30. Показательно, что когда тягачи проезжали по улице Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки в 6.25 и 8.00 самолеты улетели в Псков, а техника в районе 8.30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М-10. Лукашенковский сенатор проболтался. В эфире пропагандистского канала Игорь Гедич заявил, что на южных границах Беларуси находятся 8 батальонных тактических групп. В Минобороны Украины количество белорусских войск оценивались в 7 батальонов, а в Минобороны Беларуси эту информацию вообще опровергли. Батальонная тактическая группа сокращенно БТГ создается на основе батальона, является временным формированием под конкретную боевую задачу. Ее численность составляет 600-800 человек. Таким образом, 8 БТГ это 4800-6400 военнослужащих, которые находятся на белорусско-украинской границе. Лукашисты заявляют, что их действия имеют абсолютно защитный характер, выполняют сдерживающие функции. И тут возникает вопрос, от кого они защищаются и кого сдерживают? Ведь это с территории Беларуси летят ракеты, а через белорусскую границу в Украину маршируют российские оккупанты. Так что же они там делают на самом деле? Ваши предположения пишите в комментарии. Министерство обороны сегодня начало мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области под руководством замначальника Генштаба. Они продлятся до 1 июля, сообщает телеграм-канал ведомства. В министерстве напомнили, что подобные учения в стране проводятся каждый год. К примеру, в 2021 году в учебных сборах участвовали военкоматы Могилевской области. Нынешние учения включены в план подготовки вооружений сил на 2021-2022 учебный год и проводятся под руководством замначальника Генштаба. Как сообщают в Минобороны, цель учений проверить готовность военных комиссариатов к выполнению своих задач. В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукоплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. Во время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия, говорится в сообщении. Количество призываемых из запаса не называется. Военные комиссариаты будут заниматься оповещением военнообязанных, отрабатывать мероприятия по сборам на пунктах отправки в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанные будут отправлены по месту жительства. Таким образом будет проверен вопрос, контрольное оповещение, пояснили в оборонном ведомстве. В учениях также планируют участвовать в подразделении сил спецоперации. Их задача создать обстановку, приближенную к реальной. Прослушка заместителя военного АТШ Китая, посольства Узбекистана. Должны ли записи телефонных звонков дипломатических лиц храниться на террорах МВД Республики Беларусь? Вопрос интересный. Оказалось, пособники режима собирают информацию даже в отношении официальных представителей, дружественных для диктатора государств. В странах, которые соблюдают международные конвенции, телефоны посольств чужих стран находятся в черных списках системы прослушки. Но в условиях тирании и беззакония записывать могут каждого. Киберпартизаны опубликовали некоторые записи с разговорами заместителя военного АТШ и посольства Китайской Народной Республики, а также посольства Узбекистана за 2021 год. Более подробную информацию можете найти в YouTube и Telegram канале Киберпартизаны. На этом все. Более подробную информацию можете найти у нас в Telegram канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно. Слава Украине! Живе Беларусь!